здравствуйте здравствуйте сейчас лучше видно а тут там вот я же говорю как пойдешь к в лицам там какой-то какая-то зона прям мертвая потому что вообще сразу пропадает сигнал даже мобильного телефона настроение отличная погода супер солнце не палит но очень тепло очень тепло просто здравствуйте красота фонтанчик журчит все цветет и пахнет красота ногинск привет опять висит а что же такое-то после пилинга отеки с лица ушли класс до пилинг вообще потрясаю просто не очень понравился честно говоря я бы так раз недельку вы делала потому что прям очень хорошенький у меня отечность была дикая просто особенно вот здесь вот вот в этих местах а сейчас прям хорошо привет привет ну что сейчас я покажу вам еще один уголочек красивый вот этот помните его вот мне здесь очень нравится такая вот плакучая ель знаете есть плакучая его это плакучая ель она очень красивая но вот так вот не спадает такими лапами красивыми вот расцвела гортензия у нас а это не гортензия фуза было как называется что с памятью моей стала а посмотрите папоротник как стоит как солдатики прям четко красота вот это снежно ягодник он будет осенью цвести чем краса пихта как справиться с предательством близкого человека я вам скажу как вам нужно просто себя полюбить перестаньте дарить себя бесконечно любите себя если он вас предал значит он вам не близки все что я вам могу сказать давайте здесь посмотрим на улице отпускайте отпускайте легче людей тот кто ваш человек он вернется пойдемте сирень посмотрим лишь вам сирене показалось и вот это вот сирень белая и фиолетовая и фиолетовая вот они разные видите по цвету вот такая сирень и вот такая я вчера тоже затем сказали за вен праве надо узи вам где узи вен обязательно надо делать вот так уютно вы очень милая красивая спасибо большое сейчас вот еще один участочек красоту навозим стились здесь там не хватает немного сил на то чтобы перекопать землю посадить газон здесь вот такие две ели и тут мы посадили помимо роз мы посадили еще две сливы и две вишни у какого косметолога делаете пилин тоже хочу сделать мирович не писали ее зовут оля она работает по адресу авиационная 77 эстет космо посмотрите у меня в stories есть ссылки прямо на на эту клинику действительно очень грамотный косметолог дерматолог мне очень понравилось то что она изначально сначала кожу протестировала прямо на компьютере такой аппаратик она подносит так проводит по коже и время на компьютере полностью видна кожа ваша и какие у нее есть проблемы вот и после этого только она прям расписала курс процедур и мы сейчас четко по плану этих процедурки проходим мне что еще порадовало то что у меня оля она вообще как обычно всегда первое говорит мне что чего и как и она говорит мам что ты делаешь что ты стал лучше выглядеть я вам скажу это вот прям заслуга этого косметолога после осени щепа вся в листьях пылесосе то это знаете что то можно пылесосом сдувать садовым а что то можно и вручную я вот допустим много вручную убирала а под фонтаном я вообще сгребала щепу перекапывала землю сажала цветы потом щепу эту просеивала и опять укладывала и добавляла еще свежие щепы в общем то готовить будем будем стены дома какой краской покрашены чекурила хорошая краска это правильно косметолог прежде всего должен быть врачом дерматологом да я ручку взял тетрадку думал пирожки будем печь я рецепт запишу нет но пирожки сегодня будем печь мы будем делать рулетики из баклажан сыром сулугуни чесноком грецкими орехами спасибо за контакты да пожалуйста я буду только рада если вы узнаете о хорошем косметологе как называется цвет краски стендом текурила обещали номер краски маркой забыла да хорошо обязательно скину почему продаете почему продаете почему продаете почему продаете почему я же сто раз уже говорил мы продаем потому что для нас дома уже слишком большой мы вдвоем с мужем остались и мы хотим на море мы хотим маленький дом у моря и квартиру в москве все все просто просто хотим себе облегчить жизнь так скажем может не молодеем уже ну что смотрите какие георгины тут растут барбарис ту я круглая ну и вот батут скоро детки приедут будут прыгать ну виноград радует радует я уж прям думать что-то он прям так поздно спит нет нормально все отходит обрастает все хорошо так что скоро арочка будет опять замечательно вам же постоянно приезжают дети ну что приезжать будут и на море это же наоборот тоже круче правильно дом сказка на нужной силой деньги а кстати знаете мне прислали отрывок видео где африкантова говорит про этот дом что он максимум 5 миллионов стоит это за него 5 миллионов никто не даст и что это вообще фигня не дом что у нее в топсе видимо лучше ох птички то как поют девчонки смотрите какая красота это черемуха а это малиновое дерево я первый раз такое слышала так что вот малиновое дерево теперь буду выращивать слышали про такое футбольное ворота для внуков в общем тут красота такая нереальная девчонки правда привет привет даже на газон цветы попасть и посмотреть как красиво эти конечно же цветы я убирать не буду а вот сосна вот она какие дала росточки супер а здесь еще просто вот отсюда плохо видно только 100 улице здесь очень красивый огромный балкон потрясающе большой и на нем когда находишься то вид тут прям вы знаете как как будто ты на море находишься очень круто красота он смотрите песочница про которую я писала скоро детки приедут будут будут играть в общем для деток здесь сделано все честно говоря и для взрослых и для детей на скамеечках на этих очень приятно посидеть поболтать под звук фонтанчика здесь еще туи когда подрастут еще сильнее будет вообще прекрасно сколько выходит в месяц коммуналка за такой дом зимой где-то в районе 15 17 тысяч а летом где-то 5 7 сколько лет живете в этом доме мы живем в этом доме 10 лет ну вот насчет пахать и пахать здесь я так скажу на самом деле это неправда здесь и в доме все устроено так чтобы сделать один раз хорошо а потом только поддерживать вот даже здесь на участке где-то в мае месяце в самом начале первых числах мы неделю действительно пашем с утра до вечера мы каждый день неделю просто убиваем сидела здесь красоту после зимы а потом просто поддерживаем просто поливаем просто стрижем газон и все в принципе так что здесь же специально видите как участок устроен что нет земли вообще нет земли земля только в грядках это не во всех только в овощных грядках здесь везде мульча поэтому здесь нет грязи поэт на этом участке очень уютно из-за того что здесь нет грязи то есть нечему испачкаться так что вот наконец-то моя арочка вырастает как я рада ну что есть еще какие-то вопросы астана привет всегда смотрю вас 29 миллионов до привет как боретесь с сорняком кто знает почему продают дом в столете почитайте комментарии выше продаем дом потому что он большой стал для нас здесь 600 квадратных метров мы сможем вдвоем а у кричим друг другу вот мы хотим дом поменьше потому что мы не молодеем вот силы уже не те хочется уже поменьше жилье и у моря адекватная цена за дом более чем потому что дом полностью напичкан самой современной техникой камерами видеонаблюдения здесь везде камеры сейчас покажу здесь камеры камеры везде поэтому по безопасности по интернету все все круто пассейн с подогревом финская сауна четыре санузла кухня вся просто напичкана техникой рецепт из баклажанов когда будет будет попозже чуть-чуть покупатели вы знаете мне писала 23 человека остальные просто любопытствующие конкретно которые спрашивали дополнительно видео к когда был нормальный разговор остальные просто любопытствующие которые просят ссылку на авито и все адекватная цена 29 миллионов дому сколько лет 14 соток 11 до центра москвы добираюсь муж едет на электричке час десять электричка идет до курской я езжу на машине олег сейчас живет на квартире рядом с университетом переезжайте в казахстан здесь все рады почему муж не на машине но он не любит водить машину и он говорит что обстановку оставить или только встроенный техник ну а как можно обстановку не оставить а технику встроенной оставить все оставлю в общем когда будет покупатель тогда будем обсуждать может и не захочется эту мебель поэтому будет обсуждаться всем на машине до центра ну без пробок где-то час двадцать а если с пробками это как повезет муж машину нет не водит будем скучать конечно поэтому дома думта мечта просто сказка цвет можно конечно перекрасить это уж на любителя мы просто его когда покупали он был в этом цвете мы обновили краску полностью единственный особый был серый я вот сделал такого кирпичного цвета под забор кирпичный чтобы это все сочеталось получилось хорошо когда готовить вы скоро скоро для двоих конечно большом дом до магистральный газ на нет недалеко вам так кажется здесь очень красивые места весь лес очень близко причем здесь ягоды грибы два озера река рядом проходит очень круто почему у них появляются ожоги от солнца ожоги появляются но ничего страшного нужно побрызгать зеленой иглой удобрением и все и они оживут все будет хорошо вы продаете дом да были вы у меня 29 миллионов удачного продажи спасибо большое спасибо здравствуйте приятно слушать вас фонтанчик да согласно фонтанчик вообще придает особую атмосферу уюта мы прожили в этом доме 10 лет вчера ради любопытства подписалась на фрикантова чуть не обалдела с нее их были бы деньги купила бы ваш дом да я думаю что тот кто купит этот дом он будет просто счастлив потому что здесь все сделано опять с плюсом когда дом покупали сколько стоил мы отдали за этот дом 400 тысяч долларов мы в долларах платили хозяйка вы классно да спасибо большое но я тоже считаю что после меня конечно здесь мало что кому захочется переделывать в москве кстати квартиру которую я ремонтировала вот уже прошло 10 лет как мы ее продали мы продали квартиру в бутово и купили здесь дом так там до сих пор ремонт никто не делал потому что ремонт настолько был сделан качественный что до сих пор 10 лет и мы там еще сколько прожили никто не делал ремонт блюдом снег не здесь живет я тоже купила не глядя желаю чтобы дом купили хорошие люди мне кажется иначе не будет мне кажется что здесь будет время вот жить семья с детьми которые будут бегать здесь качаться на качелях на которых качались наши дети и внуки играть на этом на этом комплексе прыгать на батуте наслаждаться фонтаном а их родители будут на том шикарном мангале жарить шашлыки внуков все хотите конечно стоимость дома 29 миллионов на данный момент ровно месяц будет такая цена а потом опять повышение у вас есть рододендроны конечно сейчас покажу где ваша овчарка покажите ваши дети не против что вы хотите продать такой дом наши дети не против вот один он уже старый этот рододендрон ему столько лет сейчас покажу вам еще рододендроны вкусняшек хотим будет будет вкусняшки девочки сейчас пойдем вот один он набрал свет а вот вторую же расцвел и третий тоже набрал свет три рододендроны а кстати девушки мои я их сделала видите виде зонтиков таких в этом году не зонтиками по будут какой из детей вам нравится больше только честно по секрету вы знаете они кажутся настолько по-своему хорош что я даже не могу они такие разные но и у меня и дочери разные как начать ремонт как просчитать все никогда все не просчитаете вы можете посчитать все после этого умножьте на 2 какому морю хотите к средиземному или черному баня есть есть сауна финская красотища подскажите покажите пожалуйста собачка не дома этот цвет дома ужасен ну кому как а мне нравится он безумно релаксирующий и он не такой как у всех это тоже круто слишком дорого но дорого наверное для тех кого просто нет денег может конечно и дорого а у кого есть деньги кто понимает сколько здесь вложено и сколько это стоит для того недорого что вокруг деревни нет это город это город павловский посад для ребеночка специально для двухгодовалого поближе фонтанчик с птичками это кстати мне писал то что фонтане лучше по фэн-шуй когда вода внутрь и льется не наружу а внутрь рода дендрону нет не укрываем один виденный эффект после пилинга овчарку с собой заберем помощников нет удержите хотите у моря площадь дома 600 квадратных метров цена 29 миллионов между цветами что насыпано мульча 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 она разного цвета бывает я выбрала подсвет цоколя и подсвет забора вот и цоколь и забор садовника нет у нас как справляетесь с эмоциями хорошо нормально справляюсь хочу начать ремонт на маленький бюджет как посоветуетесь делать понемногу начинать или пока копить деньги конечно начинать потому что пока вы будете копить они обесценятся и товары подорожают делайте пока закупку товаров материалов потихоньку купили что-то сложили купили сложили и вот после этого уже когда вы накопите на бригаду тогда уже может сделать ремонт вы жили в квартире когда-нибудь конечно как вы боретесь отключайте фонтан или все время работает нет на ночь отключаем здесь понимаете как происходит когда работает фонтан от него брызги все равно падают на землю и получается что постоянно идет такое орошение цветника под ним поэтому здесь цветы очень хорошо растут цвет дома дешевет слушайте кому нужно тут перекрасить дело не в цвете а в том что хочется сказать какую-нибудь гадость допустим видишь красивую картинку и хочешь сказать не такая уж она и красивая знаете вот тут вот цвет не тот кому что кому-то черный цвет нравится кому-то бирюзовый поэтому на эти что мульчи я покупала в строительном магазине овчарка у нее вольвере вольвере на море куда хотите еще буду пока вот нет покупателей я не хочу задумываться над этим понимаете поэтому завистников ногу да согласна цвет не тот дешевит покажите свой цвет вот смотрите как красивенько разве тут плохой цвет красота я уже писала про коммунальные услуги и говорила зимой где-то зависимость того когда все дети приезжают и живут тут вот на новогодние каникулы вот в январе допустим 20 тысяч можем заплатить за все вот летом 5 7 тысяч когда муж один остается я уезжаю вообще он очень мало платит бьенц 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 моя девочка бьенц 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 моя красавица вот вот камера он камера все сделано с душой почему когда проходит под навесом переднюю камеру включать могу не включать если вам интересно посмотреть на мусорные баки могу не включать сколько окон надо вымыть по очереди делаете генеральную уборку одной комнаты помыли окна делайте генеральную уборку другой тоже помыли окна все дом 600 квадратных метров в доме есть бассейн с подогревом крутой дом у собаки да давайте пить чай давайте какие больше цвета нравится вас во дворе ой мне все нравится я просто вообще обожаю зелень и всегда и восхищаюсь соседи соседи хорошие видите тот дом это сосед делает шиномонтаж поэтому такая красота мне все машины у нас из гаража перекатываются через дорогу резина делается шиномонтаж вообще красота никаких очередей тебе ничего вы не задумывайте что своим богатством возле людей которые не могут себе этого позволить нет я не считаю что они должны злиться когда-то лет двадцать назад я не знала чем накормить своих детей вот поэтому я могу так сказать нужно стремиться к тому чтобы зарабатывать этот дом появился не просто так я продала квартиру трехкомнатную в бутово в принципе жили мы как все обычные люди мне просто захотелось переехать в свой дом я рискнула я это сделала поэтому не надо сидеть и злиться на тех тоже кто постоянно в труде я всю жизнь работаю всю жизнь я рискую всю жизнь я пытаюсь что-то сделать планировка в доме шикарная через мульчи я уже показывала вот на этой грядке проросло с краю 3 сорняка 3 они сейчас я их уберу и все как обустроить участок если старенький дом ой можно очень красиво кстати сделать участок и даже дом заиграть новыми красками поверьте мне главное чтобы на участке было очень круто и хорошо позвольте бабочки видите бабочку на солнце же плохо видно покажите когда-нибудь что внутри дома и показывала сушим не один раз сколько выходов из дом в доме 3 когда вы пришли в пришлете в казахстан очень хочется пообщаться с вами живу или просто видеть вас может быть в этом году инструмент для сорняков без скрытых проблем дом как выбрать ну и не знаю как это мне кажется это зависит наверное от того какой хозяин про виноград расскажите ну вот виноград декоративный ну вот смотрите допустим вот сорняк вот этот инструмент называется корнеудалитель вот расчищаем мульчу убираем надавливаем подводим под корень видите здесь вот земля очень мягкая плохо дается приходится вручную все опять закрываем лучше на одуванчиках показывать давайте на одуванчиках покажу сегодня мне предстоит работа по выкорчевыванию ну вот одуванчик ну вот что то сегодня у меня не ладится ребят наверное нужно пойти перчатки надеть потому что после маникюра вчерашнего так мне не хочется пачкать руки честно говоря надо перчатки надевать так вот одуванчик ой зараза какой же он ну вот смотрите вот так вот и удаляю он уже переплелся с травой просто ну вот постепенно вот так вот убираю все сырники мне сегодня видите сколько предстоит работы так каждый день вот я сейчас на горку складываю она пересыхает потом это в компост уберем вот так вот каждый день одуванчики каждый день маникюр показать такой маникюрчик нежненький тут три цвета газон сажали но мы рулонный газон постели а потом просто указывали нет мне одуванчики нравятся но дело в том что если они будут на газоне расплодятся то они просто убьют газон они его задушат и здесь будут вообще одни одуванчики неприятная трава будет ходить по ней не неприятно они же красивый только пока желтенькие потом это все превращается в ужасные просто ужасные ужасные растения они забирают всю воду на себя у них длинный корень и газон забивают с чего начать если купили участок заросший бурьяном значит вам нужно сначала его весь перекопать как следует убрать сорняки сразу лучше тогда накрыть уже тканью укрывной полностью весь участок после этого завозите землю вы делаете бутерброд сначала просто земля потом делаете торфяную подушку потом делаете чернозем сверху и вот после этого уже можно все что угодно сажать у меня здесь а вот такая подушка сделана трехслойный тортик такой поэтому здесь очень хорошо растут хвойные потому что кислая почва то что нужно для хвойников нет они сами растут ну как знаете с улицы там же появляются вот эти белые потом семена такие пушистые они когда ветер дует они летят и прилетают и сюда в том числе и конечно же с ними бороться приходится ежегодно бабочки летают такой дом с маникюрчиком не обслуживаешь ну что вы с маникюрчиком постоянно и работаю просто делаю такой маникюрчик который месяц выдерживает спокойно на самом деле одеваем перчатки вперед сохранить эфир хорошо сохранил ладно пойду я сейчас поработаю с одуванчиками потом съешь за чесночком у нас проблема знаете какая у нас кэш пропал вчера я уехала он гулял ночью его не было сейчас его нигде нет мы сможем очень переживаем потому что мы очень любим этого кота и он куда-то исчез у нас прям прям переживаю честно говоря латненько все до свидания всем всем пока и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...